Сегодня дождалось уже 9-е, 8-е, 8-е, 5-е, приехали. Откуда это? С Постепного канала. С Постепного, да? Женю Долгого знаете? Да, да. Он как раз был, он 200 лет в это воскресенье справлял с Потеряевки, 200 лет ровно ей. И 27 лет, как вначале восстанавливать что-то. Вот я успел вовремя сегодня. Пшеницу грузит. Колено. Наша учительница шарашивает. Доброе утро. Доброе утро. А еще не Ерема, Ерема сейчас дома? Ерема, пасти пойдем. А, пасти. Значит, такое дело. Я принес книгу, для слава Божьей нету. Как-то выйти по телефону на эту лилию. Я подарить хочу. Ну, видимо, добавлю еще к Истинному Православию. Как ее пригласить сюда или с кем-то передать? Я завтра поеду, мама. Поедешь? Я тогда к Истинному Православию добавлю туда, перевязать. Вот это кули. Куль. Сейчас замерю. Раз, два, три. Четыре. Метр ягод. Вот такая техника. Это потеряет тихо. Мину добавляем. А игорь воздух. Вот представь-то здесь. Идет грузик. Рядом храм. Вот. Мы на Викинг городе учительницу. Учительница. Она как завучена с Ильиной Анатольевной. Барабаш. Чтобы вот так же вот тут работала. По сельскохозяйственному. Это настолько интереснее жить здесь. Деревня. Вот он подъехал. Все. Проваливаем. Привет, Стайпедер. Замечательный человек. Со всеми в мире живет. Всегда. А ласковый теленок двух маток сосет. А это вот что-то тоже пшеница. Это вороха какие. Вот они, смотри. Вот заехал. Нужно столбами. Здесь что у него. Здесь похоже рожь. Или ячмень. Ячмень. А здесь что грузит? Гречка. Вот она гречка какая. Машины приезжают какие. А это вот загорожено у него что-то отдельное. Это пшеница. Пшеница. Вот она пшеница. Продает ее сейчас. Все это за бесценных, если так сказать. А то тут овес лежит. И тут тоже овес, кажется. А там горох у него. Горох. Горох. Вот как. Стены обшил. Железом. Здесь дерево. Подпорки. Все как положено. Раньше ничего не было. Видите, заасфальтировал. Уж как заасфальтировал. Но главное, не мухнет от земли. Там камень. И ласточки у него. Больше всех. Но нынче ласточек удивительно мало. Говорят, итальянцы сетями ловят еду. Да какая еда там. Скворцы, ласточки. Так, перышки отдельно только. Танец. 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 Какая работа здесь, вот столбы мешают, что на грибайшные земли не падают. Один сушилку купил, построил, это огромные деньги стоят. Одно колесо сколько, вот сушильник построил себе. А вот рядом блоки на поставку. Можно же показать. Здесь озеро, пруд, который запрудили. Вот лестница, лестница, это наша работа похоже. Он у батюшки взял, видно, делал. И вот посмотреть пруд. Вот я подхожу ближе к нему. Здесь это все вот молодняк-то крапива. Воды, говорит, никогда столько не было, как этот год. Вот я каждый год бьюсь, и сейчас кусты молодые наросли. И заезжаешь, и не видать озеро. Вчера я говорил, Игорь, все это убрать, вырубить. Ух, тут берег какой крутой. И надо же как. Береза вот эта вот, все засохла, она в воде. Засохла. А почему? Потому что в воде оказалась. И там упала береза. И вот эти березки, которые были, надеялись, что вода не достанет. Нет, достала. Вот это вот называется храмовый пруд. Храмовый. Тут ласточки летают над водой, мошек ловят. И там все это вырубили. Сколько работы, и как оно радостно видеть. Да, тут внутри где-то коряги, надо убирать. Но главное, все уже очистили со всех сторон. Там убрали деревья. Это вот этот залив. Это где я считал, что нерез рыбу будет делать. Вот. Как раз солнышко видно раннее утро. Еще восьми нету. Вот отсюда я показываю. Там машина стоит. Храм. Это все с нуля. Это у него сейчас сушилка. Это склад. 502 квадратных метра. Это я все замерял. Ну сам и не знает сколько. Вот деревья наклонившиеся. Эти убрать надо. Одно дерево тут. Вот так. Пришел я вот сегодня утром. Нашел там где-то баночки мед. Отдал. Марина сейчас там его прокипятит еще раз. С горя кипяченой водой. Это чтобы. Мало ли что тут зимой могло быть там. Ну в шкафу стояло. Вот этот шофер приехал. Сам залазит. Разгружается. Под стеклами. Покупает. Гречка. 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 Государство совсем не заботится о сельском труженике. Когда все узнаешь ужас берет. Как будто все силы брошен на то, чтобы уничтожить сельское хозяйство. Вот такое впечатление. В разном. Интервенция. Слово придумали к зерну. Ужас какой-то. Он работает с удня. Никто не знает когда он ложится. Когда встает. И говорит. Так держится за счет скотины. Вот я не о людях говорю. Скотина. Батюшка идет. Тоже пришел попроведать. Как дела идут. Ну еще. Пришел попроведать. Попроведать пришел. То есть баранов выгонять. Вот найдите где батюшка баранов думает как выгонять. Значит я принес ей книгу. Она завтра отвезет это и подарит. До слова Божия нет ус. Добавлю к истинному православию. Ну вот так. Хорошо. Вчера мы там которые. Бум то был у нас там 75 метров. Вчера полностью свалил. Сейчас размонтируем. Ямки заваливаем. Так выключить. Нет нет нет. Отсюда так спереди. А? Спереди машину. Ну да. Я знаю. Закрыл ты меня. Закрыл. Все. Хорошо. Ясно видно. Ну ладно. Закрыл. Я когда захожу. Всегда попадаю в такое интересное место. Я говорю. Найдите такую учительницу. Чтобы она вот так вот одетая была. И помогала. И. О. Коршуны ворона. Что-то там они бьются. Ворона нападает. Потому что у них гнездо где-то там в кустах. Вот она его гонит. Она смелая. Вы как-нибудь придите сейчас с утра. Я вам покажу что там бобер надел. И хату его покажу. Ну пойдем. Ну сейчас я вот провожу баранов. Ты иди там. Кого в своих мочистов хотят посмотреть или нет? Ну конечно. А через сколько? Позавтракаем? Ну давай договоримся на сколько. Когда у вас завтрак? Пол девятого примерно. Пол девятого. К пол девятому подходите. Да. Ну чуть маленько. Пять минут сюда или где-то как пообедают. У вас дров нынче и хватает? Голоть надо. Кольчика нам надо бы. Пока нету. Даже разговаривать не о чем. Сейчас следи. Утка. Живут здесь. Я посмотрел сколько у вас воды-то. Там и там. Все. Пошел.